Торжок универсалитет Кредиты бизнесу на выгодных условиях Наш информационный партнер Газета Местное Время Пушкинская улица Особенно территория, прилегающая к синагоге Далее по списку следует Соборная мечеть С прилегающей, естественно, территорией тоже Еще за нами станут следить На Советской у здания законодательного собрания Знаковое место для горожан Замыкают список Советская площадь и площадь Ленина Тут уж без комментариев Система телевизионного наблюдения Безопасный город Предназначена для визуального контроля территории Находящейся под видеонаблюдением Посредством передачи В реальном времени изображения На коллективные средства отображения В локальные центры мониторинга Единый центр мониторинга Сбора и обработки данных И ситуационные центры ведомств И служб Обеспечивающих безопасность на территории Как сообщается в конкурсной документации Основная цель Обеспечение условий эффективной Информационно-технологической поддержки Основных и вспомогательных процессов Комплексной безопасности Правопорядка и противодействия Угрозам террористического характера В целях поддержания штатного функционирования Объектов инфраструктуры Все это нам, налогоплательщикам Будет стоить 9 млн 541 тыс. 200 рублей А вот интересно Смогу я взять в этом самом центре мониторинга Запись со своей собственной персоной Прогуливающейся у назначенных объектов Хотя если шутки в сторону отбросить Такая система видеонаблюдения В центре, наверное, нужна на самом деле Лишь бы запись возымела свое действие Ведь в час пик на Советской И на обеих площадях Творится что-то просто невообразимое Ну а если эти записи Не возымеют своего действия То с автоклоуна С автоклоуна, да извините, придется бороться По-прежнему своими собственными методами Тверские водители маршрутных такси Продолжают изобретать собственные правила дорожного движения Это Новоторжская Там камеры видеонаблюдения ставить не планируют А стоило бы В видеокадрах, выложенных в сети интернет Видно, как микроавтобус «Газель» 12 маршрута Внезапно, словно черт из табакерки Оказалась на встречной полосе перед потоком машин Встретившиеся с ней лицом к лицу молодые люди На Мазде решили нарушителей не пропускать Вначале попытались объяснить водителю все на словах А потом перешли к делу Взяли и заблокировали дорогу И вынудили маршрутчика задним ходом Вернуться на правильную полосу движения Кстати, автор видео, ехавший вслед за Маздой Сообщил на одном из тверских порталов Что запись и информацию о происшествии Передал в ГИБДД Ну и правильно сделал Масло в огонь народных контролеров Подлил накануне и губернатор области Андрей Шевелев Он прогулялся по Твери И посмотрел, насколько пришкольные территории Соответствуют нормам безопасности детей Инспекторской проверке подверглись школы В основном в Заволжском районе В центре внимания были вопросы Состояния и обустройства прилегающих территорий Обеспечение освещения, организация дорожного движения около школ и детских садов Как отметил губернатор, к учебному году школы готовы А вот вопросы улично-дорожной сети рядом с учебными заведениями пока до конца не закрыты Так, за гимназией номер 8 предстоит закрыть сквозной проезд автомобилей Находящийся в непосредственной близости от учреждения На то уже есть решение суда Также необходимо установить соответствующие дорожные знаки Другая тема Освещение образовательных учреждений была поднята при посещении начальной школы номер 21 На некоторых столбах тут нет электрических ламп Глава региона побывал и у детского сада номер 161 Это улица Фрунзе Дорога, ведущая к дошкольному учреждению Находится как раз в виде незастройщика И не соответствует нормативному состоянию После разговора со строителями был определен срок приведения в порядок подъезда к детскому саду Это две недели Еще губернатор посмотрел 40-ю школу Много вопросов И 12-ю тут хорошо Но в углу школьного двора стоит рекламное нечто Андрей Шевелев в итоге призвал руководителей школ и детских садов Настойчивее обращаться по этим вопросам к местным властям Ну и в завершении нашей дорожной темы фрагмент интервью с Денисом Черных Представителем управления ГИБДД города Речь шла об изменениях в правилах дорожного движения, которые вступают в силу с 1 сентября Интервью брала Елена Зорина, руководитель и создатель программы «Фары. Рулик и каблуки» Какие изменения коснутся нас в правилах дорожного движения с 1 сентября этого года? Ну, с 1 сентября 2013 года у нас вступает в силу федеральный закон номер 196 Который вносит изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях А именно в 12-ю главу данного кодекса Значительно ужесточается ответственность за основные нарушения правил дорожного движения Которые преимущественно и становятся причинами серьезных дорожно-транспортных происшествий Ну, в первую очередь, это увеличение или, наверное, применение двойного наказания За управление транспортным средством в состоянии опьянения Отказ от прохождения действия на состояние опьянения То есть здесь у нас кроме лишения права от полутора до двух лет, как это было ранее Вводится такое наказание, как штраф в размере 30 тысяч рублей Если это повторно, то и уже 50 тысяч рублей Если водитель управляет транспортным средством, не имея права управления, данным транспортным средством лишен такого права То здесь у нас уже арест от 10 до 15 суток Превышение установленной скорости движения транспортным лишено более 80 км в час Теперь за данные у нас вводится административное ответствие Если раньше было более 60 км в час, это 2,5 тысячи рублей Либо лишение права управления, причем автоматически это не применяется То есть сейчас у нас 5 тысяч рублей, либо лишение уже на 6 месяцев, то есть не до 6 месяцев А при повторном нарушении в течение одного года, лишение права управления на один год Непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе Будет полторы тысячи рублей штраф Проезд из запрещающего сигнал светофора или жест регулировщика Будет также тысяча рублей, но при повторном нарушении в течение года Будет 5 тысяч рублей или лишение права управления от 4 до 6 месяцев То есть опять же на усмотрение судей Нарушение правил перевозки детей. То есть, если мы, не имея автокресла, наказывали нерадивых родителей, либо лиц, которые перевозили детей штрафом 500 рублей, то сейчас этот штраф увеличивается до 3000 рублей, а это уже цена более-менее нормального детского автомобильного кресла. Теперь к другим событиям. Во Дворце творчества детей и молодежи нынче было шумно. Там праздник, посвященный началу нового учебного года. Собрались ребята из многодетных семей. Среди гостей были замечены Александр Корзин, глава города Твери, и Катерина Рыжова. Напомню, Катерина Рыжова – это наш корреспондент. В этом году за партой тверских школ впервые сядут 4200 ребят. Для 84 будущих первоклассников праздник начался заранее, в пятницу, в зале Дворца детей и молодежи. Мы ежегодно маломущим семьям, многодетным семьям, семьям пекаем и помогаем из бюджета города собраться в школу. Ну, что это значит? Покупаем ранцы, покупаем фломастеры, карандаши, одежду. Достаточно приличные деньги ежегодно тратим. Сейчас в администрации города Твери около 836 тысяч, по-моему, около миллиона. Мы затратили на 900 таких детей раннего, разного возраста. И детишки-первоклассники, те, которые продолжают обучение. Накануне Дня знаний подарки получили ребята, родители которых даже в наше непростое время решили срастить нескольких детей. Например, Татьяна Шувалова пришла сюда с тремя сыновьями. Ну, конечно, нелегко, материально, но раз тяжеловато. Ну, дети, это же всегда радость жизни. Когда-то тяжело, когда-то... Ну, всегда радуешься за них по любому поводу. Во-первых, нужно взаимоотношения среди родителей, чтобы было сначала хорошее, чтобы дети видели, что отношения среди родителей хорошие. И уже приучать, и чтобы они видели, что в семье все спокойно, и тогда дети будут и спокойные, и помогать родителям, и между собой будет все. В семье Татьяны через несколько дней будет уже три школьника. В первый класс отправляется маленький Данила. Данила, скажи, школа хочется? Да. И что, у тебя все уже готово к школе? Да. А что ты будешь в школе прийти? Учить. А что важнее всего в школе? Парфей. Именно портфели и достались в подарок будущим первоклассникам. А еще консервная программа и на пусты от главы города. Начинается вообще большой этап в их жизни. Вы, наверное, по себе помните, я по себе. Наверное, самый счастливый период жизни – это в школе, несмотря на все плюсы и минусы. И успешно им прожить этот период радости, хороших педагогов, папам и мамам, активного участия в жизни школы, бабушкам и дедушкам получше смотреть за своими внуками и внучками. Ну и вообще так, чтобы обучение было в радость, а не в тягость. С первого сентября школы переходят на платное образование. Бесплатной останется только небольшая часть базовых предметов, среди которых русский язык, математика, английский, история и физическая культура. Остальные будут оплачивать родители школьников. Узнаем у тверетян, должно ли образование в школах быть платным. Ну мы за то, чтобы были бесплатные, конечно. Каждый может себе позволить платить. Должно ли образование быть платным, школьное, как считаете? Нет, конечно нет, потому что у всех разные возможности. Кто-то, может быть, и может оплачивать. Большинство, я думаю, нет по нашим тверским зарплатам. Хватит того, что высшее учебное заведение практически невозможно поступить на бюджетное отделение. Так что мы за бесплатное. Должно ли школьное образование быть платным? Нет, я думаю, что нет. А почему думаете, что бесплатным должно быть? Ну, каждый человек должен быть образован хотя бы на уровне средней школы. Поэтому бесплатно должно быть. Если будет платным, то, я думаю, не всем родителям будет доступно это образование. Школьное образование должно быть платным, наверное, в умеренных каких-то масштабах. Ну, не знаю. Ну, как мы учились, и сколько. Все время было бесплатное образование. Нет, нет, я считаю, не должно быть. Нет, не должно. Ну, я считаю, я выросла бесплатно, училась, и считаю, что все должны учиться бесплатно. Не только в школах, но и везде и всюду, во всех заведениях. Там, что это наша страна, вроде бы, должны все больше получать образование, все грамотные должны быть. Доступно всем должно быть образование. Ну, а жить дальше без образования как? Сейчас все новейшее, все это без образования никак нельзя. Это естественно уже. Должно ли школьное образование быть платным? Я думаю, что нет. Я считаю, что не каждый человек в нашей стране может оплатить это образование, согласитесь. Не каждая семья, тем более деревенская, где нет работы, например, людям. Моя дочь, слава богу, в этом году закончила школу. Я так счастлива. Да ни в коем разе, чтобы платное было. Это сейчас вообще на удивление. У придурков, да, может быть. Вот именно, у придурков может быть. Прямо удивительно. Все платное сделали. Ужас один, вот и все. Почему мы раньше учились бесплатно? Ходили в больницу бесплатно, а сейчас все, куда ни шаги, все платно, платно, платно. Хорошей жизни мы дождались, называется. Ну, это платное может быть только в том случае, если я богатый будет. Или будет персональное преподавание. Профессиональное преподавание, когда будет, можно будет платить. А так это, ну, я что вам скажу, кошмар. Это все раз обнищение народа. Хотя вот здесь, ведь не каждый может сделать, правильно? Не каждый может сделать, чтобы платное, чтобы платить за ребенка. Пенсионерку, бабушкой, старушкой, пенсионерку, у которой в пенсии 6 тысяч, за ничего не будет платить. Это абсурд. Полностью абсурд. Я думаю, что не каждый может заплатить. Все-таки школы должны получать все в школе образования. Потому что это азы. Если они не заложены, тогда все же очень сложные труды. Конечно, давным-давно было, что семилетка тогда была, да, бесплатно, потом надо было платить. Но в те времена, так сказать, в середине 20 века семилетка уже считалась хорошим образованием. А сейчас вы сами понимаете, что 9 классов – это ни о чем. Надо что-то получать. Поэтому я считаю, что нет. Понятно, база есть база, но все-таки все равно не каждый может за дополнительный предмет доплатить. А может, ребенок как раз к этому идет, ему развитие, ему нужен будет предмет дальше. Он будет именно по этому профилю учиться. Школа должна быть бесплатной. Там уж всяко может быть. Ситуации меняются, но школа должна быть бесплатной. Чтобы основы были. А почему оно должно быть платным? Мне тоже задается вопрос. Почему оно должно быть платным? Государство должно обеспечить наших детей бесплатное образование. А вот дальше уже каждый выбирает свой путь. Поэтому я считаю, да. В любом случае, большинство из школ должно быть бесплатно. А там только должен выбирать на свой путь. Спасибо. Правильно, Полик? Да. Согласно предварительным данным, ежемесячная стоимость обучения составит около 7 тысяч рублей. Соответственно, каждый год родителям придется тратить на образование своих чад более 60 тысяч рублей. Кажется, к таким тратам тверетяне пока не готовы. Еще о празднике. В преддверии Дня знаний и на стадионе «Луч» состоялся спортивный праздник. Ракетки вместе со школьниками взяли и депутаты Тверской городской думы. Светлана Маркина сообщит некоторые подробности. На относительно небольшой площадке расположился целый мир спорта. Соревнования проводились по мини-футболу, стритболу, теннису. Выплескивая адреналин на спортивных площадках, ребята готовились к тому, чтобы сесть за школьную парту. Мероприятия постоянно проходят на стадионе «Луч». Это один из центров Заворского района спорта, где проводятся детские всегда соревнования. Просто проводятся взрослые соревнования, турниры. За золото боролись не только школьники, но и представители власти. Вместе с остальными участниками спортивного праздника они на время оставили свои дела, чтобы узнать, чья подача самая точная. Я участвую в четырех видах спорта. Даже, наверное, в пяти буду сегодня. Нет, ну, конечно, мне уже тяжело тягаться. Хотя, вот скажу, что в настольном теннисе очень неплохие результаты показал. Я думаю, что несколько игр выиграл. Здоровье – это основа вообще развития, основа профессионализма. Ну, нездоровый человек никому не нужен, кроме своих близких. Поэтому, я думаю, вот на таких соревнованиях закладывается фундамент развития любого человека, как личности, фундамент развития нашего города. Спортивный праздник уже стал ежегодным. Планируется, что и в дальнейшем подобные мероприятия не только не прекратят своего существования, но и станут более массовыми. Теперь к событиям в России. Из Екатеринбурга коллеги сообщают о том, что местная полиция там перестала искать, не пойми как взявшегося в реке висеть, крокодила. Местные жители заметили крокодила в реке еще два дня назад и тут же бросились к стражам порядка. Надо сказать, что полицейские в стране не остались, но при этом, правда, сказали, что у них нет инструкций по поимке крокодилов. Ситуацию осложняло и то, что главный герой операции не торопился сдаваться. Более того, он, видимо, скрылся в эсети и полиция не могла его выследить. Жители города, однако, предупредили, что они могут встретиться с хищником и призвали проявлять бдительность и в случае столкновения с животным сразу же сообщать, куда надо. Кстати, до сих пор никто так и не может сказать, откуда в Екатеринбурге взялся крокодил. Последний раз крокодила в городе видели еще в 30-х годах прошлого века ленинградцы. Крокодил прогуливался недалеко от Таврического сада с двумя отпрысками. Об этом даже дети знают. Ну, а в Нью-Йорке тем временем начинают слагать стихи о котятах, которые своим поведением заставили остановиться поезда в местной подземке. Случилось все в районе Бруклина. Движение поездов было остановлено почти на два часа, пишет Бью-Йорк Хейли Ньюс. Сотрудники подземки обнаружили двух котят на открытом перегоне в районе станции Черч-Авеню. Они попытались самостоятельно спасти зверят, но те были слишком шустрые и не давались в руки. В итоге работники убедили руководство обесточить пути. Поезда остановились, причем пассажирам четко объяснили, что это сделано ради спасения котят. Несмотря на долгие попытки поймать животных и унести их в безопасное место, они продолжали прятаться от людей, оставаясь в недосягаемости между путями. Движения были вынуждены возобновить, но предупредили машинистов, чтобы в районе станции они ехали с особой осторожностью. Люди наблюдали за котятами из окон и с платформ. Причем, судя по их комментариям, которые приводит газета, никто не был раздражен вынужденной остановкой. Напротив, многие сожалели, что не могут ничего сделать для того, чтобы котят спасти. Ну прям уси-пуси какие-то. Удачи! Наш информационный партнер – газета «Местное время». Торжок «Универсалбанк». Кредиты бизнесу на выгодных условиях.